Основные темы этого выпуска. На карантине находится около трети всего населения планеты. Готовится законопроект об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка двух триллионов долларов. С 26 марта Объединенные Арабские Эмираты полностью приостанавливают на две недели пассажирское авиасообщение и транзит через страну. А теперь подробнее. За последние сутки в материковой части Китая выявлено 47 новых возных случаев заражения COVID-19. Зафиксировано 9 летальных исходов. Выздоровел 491 пациент. В общей сложности в стране выявлено 474 возных случаев коронавируса. 73 650 человек выписаны из больниц. 3281 скончались. В провинции Хубе очаги эпидемии за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане. Из больниц выписали 487 человек. 472 в Ухане. Зарегистрировано 3 летальных случая. 2 в Ухане. В Южной Корее за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заражений, 223 выздоровевших. Общее число зараженных возросло до 9137 человек. Зафиксировано 126 летальных исходов. Уровень эпидемиологической угрозы в стране поднят до высшего. Город Тегу и три города провинции Кен Сан-Пукто названы особыми зонами бедствия. Начало занятий во всех школах и дошкольных учреждениях перенесены. Жителям рекомендуется лишний раз не покидать свои дома. Закрыты спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. В Италии после двух дней спада вновь возросло число летальных исходов от коронавируса. За прошедшие сутки было зафиксировано 743 смерти. Число выздоровевших возросло на 894 человека и достигло отметки 8 326. Это более чем двухкратный рост в сравнении с данными понедельника. На настоящий момент коронавирусом заражены свыше 54 тысяч граждан Италии. За сутки этот показатель вырос на 3600 человек. Этот важнейший показатель снижается третий день подряд. Во Франции число случаев заражения за сутки возросло почти на 2500 и достигло отметки в 22 300 человек. Зафиксировано 1100 летальных исходов. В тяжелом состоянии в реанимации находится 2516 человек. Треть из них, или 34%, люди в возрасте до 60 лет, а 58% люди в возрасте от 60 до 80 лет. Всего от болезни излечился 3291 человек. В Великобритании число случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 1427 человек. Теперь общее число заражений составляет 8077. Зафиксировано 87 летальных исходов, что является самым высоким суточным скачком смертности. На территории США число случаев заражения превысило 52 тысячи человек. Всего по состоянию на 25 марта подтверждено 52 983 случая заражения. Зафиксировано 700 летальных исходов. Из больниц выписаны 370 человек. Соединенный штат находится на третьем месте в мире по количеству зараженных. Самым благополучным штатом по числу заболевших является Восточная Вирджиния, где выявлено всего 20 случаев COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 400 тысяч человек. Свыше 18 тысяч скончались. Руфшан Ильясов, CBC. Уже почти 3 миллиарда человек в мире самоизолировались из-за пандемии коронавируса. Такая цифра появилась после объявления премьер-министром Индии Нарендрой Моди жёсткого карантина в стране. Таким образом, с учётом Индии, на карантине находится около трети всего населения планеты. В Индии на сегодняшний день подтверждено 562 случая заражения COVID-19. Зафиксировано 10 летальных исходов. Из больниц выписаны 40 человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 400 тысяч человек. Свыше 18 тысяч скончались. Ровшан Ильясов, CBC. Администрация президента США и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объёмом порядка 2 триллионов долларов. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Маконо и лидер демократического меньшинства Чак Шумер в ближайшее время объявит о достигнутых договорённостях. Законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в 1200 долларов. Кроме того, пакет включает 367 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, создание фонда на 500 миллиардов долларов для помощи промышленности городам и штатам, значительное увеличение страхования от безработицы, а также выделение 130 миллиардов долларов для больниц. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что вдобавок к непосредственной поддержке экономики Федеральная резервная система, американский Центробанк, получит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики. Премьер-министр Японии Синзо Абе и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность переноса летних Олимпийских игр в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры двух стран договорились продолжать всестороннее сотрудничество в этой проблеме, включая вопрос продвижения совместных исследований и разработок в области создания лекарства от коронавируса. Трамп назвал решение о переносе Олимпиады 2020 на следующий год мудрым и правильным и пообещал оказать Японии максимально возможную помощь в организации соревнований летом 2021 года. 23 марта Синзо Абе заявил, что если игры невозможно провести в полном формате, то их надо сдвинуть по срокам, а во вторник 24 марта Международный Олимпийский комитет официально сообщил о переносе летних игр на следующий год. Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа этого года. Оксана Велиева, Си-Би-Си. Власти округа Лос-Анджелес из-за ситуации с коронавирусом освободили из тюрем более полутора тысяч человек. Власти Нью-Йорка готовятся выпустить на свободу еще 300 заключенных. По словам шерифа округа Лос-Анджелеса Алекса Вилануева, в настоящий момент на волю выпущено 1700 заключенных, что составляет примерно 10% от общего числа людей в тюрьмах. При этом отмечается, что власти ни при каких условиях не будут отпускать из заключения людей, совершивших серьезные преступления и представляющих угрозу безопасности. Для заключенных, не имеющих жилья, власти открыли специальные приюты. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, никто старше 70 лет или с проблемами со здоровьем не должен находиться сейчас в тюрьмах. Мэр также заявил о своем намерении отпустить на свободу около 300 человек, совершивших преступления небольшой тяжести и ненасильственные преступления. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 400 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. Ровшан Ильясов, CBC. Объединенные Арабские Эмираты полностью приостанавливают пассажирское авиасообщение и транзит через страну на две недели, начиная с 26 марта. Об этом говорится в сообщении управления аэропортов Дубая и Абу-Даби. 23 марта Главное управление гражданской авиации Эмиратов сообщило, что авиасообщение, с исключением эвакуационных рейсов, будет приостановлено в течение 48 часов. В сообщении управления аэропортов отмечается, что проинформированы все пассажирские рейсы в, из и через Дубайский международный аэропорт и международный аэропорт Аль-Мактун. Будут приостановлены с 26 марта до 9 апреля, за исключением грузоперевозок и эвакуационных рейсов. 23 марта Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о 50 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала распространения заболевания составило 200 человек. 41 человек излечился. Ранее власти Эмиратов приняли решение с 23 марта закрыть на две недели все крупные гипермаркеты и другие магазины, кроме продовольственных и аптек, кафе, рестораны, за исключением обслуживающих постояльцев, гостиниц. Оксана Велиева, Сибиси.